Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вместе с вами помолиться о границах. О границах нашей страны, о границах тех стран, где живут люди. Потому что каждый передел границ — это болезнетворность любой стране. Даже тогда, когда пытается какая-то страна за счет другой расширить свои пределы, все равно есть потери с той и с другой стороны и так далее. То есть вы знаете последствия любой войны, и мы не хотим давать продвижение этой нечистой природе. Я хочу сейчас утвердить то слово, которое сказал когда-то апостол Павел в «Деянии апостолов». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. Мы имеем дыхание от него. От одной крови он произвел весь род человеческий, дабы обитали для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Я хочу утвердить это слово, что Господь дает пределы обитания каждой земле, каждой нации, каждой стране. И пусть эти пределы в нашей стране будут защищены, а внутри этих пределов, чтобы наводился порядок, а люди искали Бога. Потому что то, что мы прочитали, ибо мы им живем, движемся и существуем, а Бог сотворил человека, чтобы искали его, а найдя и ощутив, ему служили. Чтобы не просто узнали, что есть Бог на информационном уровне, а пережили Божье присутствие. Когда Господь приходит и дает переживать свою природу, это удивительно. Тогда человек в одно мгновение может измениться, ценности поменяются. И поэтому наша молитва с вами сегодня именно об этом, чтобы Господь навел порядок внутри страны и границы каждой земли защитил, чтобы не было того передела, который сегодня есть в разумах, может быть, ряда правителей. «Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы взываем к Тебе о границах нашей земли. Мы просим Тебя, чтобы линия крови была проведена по границам, и чтобы Ты сохранил эти границы мирными. Мы взываем, потому что знаем, что Ты даешь всему определение, и времена, и сроки, и также пределы. Поэтому пределы земли, которой Ты доверил этой стране, прости Господи, что она так беспощадно выкачивалась, и продолжается это дальше. Мы просим у Тебя прощения за жадность, которая есть у тех, которые владеют ресурсами и не делятся с теми, кто живет на этой земле, а наоборот еще более и более беднеют те, которые добывают то, что является ресурсом. Мы просим у Тебя прощения за это, потому что из-за этого могут быть сокращены границы. Но мы просим Тебя о милости, мы просим о том, чтобы Ты пришел прозрением к глазам тех людей, которые сегодня у власти. Потому что мы не желаем, чтобы какая-то плоть пострадала, а мы желаем, чтобы Ты, Господь, остановил дух алчности, остановил ту жажду наживы и всякую нечистоту, которая стоит за всем этим. Я благодарю Тебя, что мы молимся, а Ты отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Продолжаем молиться. Продолжаем.